Это улица Рос, ребятки, здесь есть небольшое подтопление, в водичке стоит параллелье, утонуло опять, дорогие друзья, на большом сожалению. 2022 год, это провал планов администрации по водоотведению в городе Курок-Тианапа, поселку Витязева. И опять мы видим, что параллелье утонуло, утонуло прям неплохо. Можно увидеть, что в столовой, допустим, номер один, две ступеньки осталось, только неподкопленные. Вот такой трешак, ребята, к большому сожалению. Даже будка полиции утонула в воде. Хотя, чистили, вкладывали средства, обещали, что больше не повторится, действительно держалось все. Вот один дождик в течение 10 минут. Вот люди даже просят показывать, снимать, потому что это опять треш. Ну, как же так-то, а? Начало лета, администрация города Курок-Тианапа, ищите, пожалуйста, решение проблем. Как же вот такое можно допустить столько раз подряд, чтобы люди утонули. Сейчас будут, вот смотрите, детей переносят на руках, чтобы по-другому не пройти. То есть, нет слов, как говорится, одни эмоции. Смотреть на это, больно это все комментировать. Большому сожалению, мы видим одно и то же повторение той же самой ситуации. То есть, столько времени потратить, делать, 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 и в итоге мы пришли к той же самой ситуации, которая была в прошлом году, что все тонет. Мы так, конечно, надеялись, что повторений не будет. Это только 9 июня 2022 года, дорогие друзья. Смотрите, под капот мужчины просто уходит. Жесть. Видите, бедные люди у нас опять переходят по колено в воде. Очень жалко, что мы с вами видим повторение той же самой ситуации, которая была и прошлым летом. Делали-делали и никак не доделали. Очень жаль. Картинка такая прям очень печально грустная, ребятки. Значит, увидеть, что происходит. Нам повезло, что ушло в сторону. Прям очень повезло, что дождь был всего лишь 5 минут. Потому что если бы было больше, я думаю, тут был бы уже просто капитальный обзец. Молния он циркает. Видите, ребята? Смотрите, у нас дети форсируют речку эту. Бедные детки с семьями. Как люди пытаются бороться со стихией. Ну, детям это, честно, за радость. Русских не остановить. Смотрите, там фотосессии проводят. То есть у них там все хорошо. Потихоньку вода уходит. Уже сантиметров, наверное, 5 отвоевано. Миндетные женщины. Пиши. Как водичка? Теплая. Вообще шикарно. Можно и тут плавать. Зачем море? Ускрите, запаха нет никакого постороннего? Нет, нет. Вот это самое главное, что хотя бы какахи не плавают. Правильно? Люди приходят, думают идти, не идти на параллели. Там все развлечения, кафешки, что делать? Это русские курорты. Да, да, да. Как водичка, скажите хоть? Люди негодуют на администрацию. Просят мэра прийти прогуляться. Дети рады. Вот где бы вы еще так походили, да? Да, вообще не болтю. Да? Понравилось? Нет. Как водичка? Отлично. Поздравляем вас с открытием сезона в Анапе. Почувствуйте себя на российских курортах, как говорится. Видите, в ту сторону. Утопил. Спасибо, что пропустили. Девочки красавицы. Какое-то море нужно? Водная полиция у нас на параллели. Это восхитительно просто. Такое видение, не знаю. Да, вода уходит. То есть она чуть-чуть заходила сюда, но уже не заходит. Постепенно все меньше и меньше. Итак, ребята, смотрите, выходим на центр параллели. Здесь все солнечно, красиво, классно и прекрасно. То есть все выровнялось по погоде. И настала та самая пора. Как бы прям, что воздух почистился после дождя. И самое обидное, что выдержало все везде. Не выдержало только в начале параллели. Так сказать, лицо нашего пригулочного места было залито водой. Это грустненько. Здесь я тоже, помню, 8-9 лет назад. У меня вот где-то мусорка стоял, стенд по фотосессиям. И мы покупали сами насос, ставили его сюда и откачивали его туда в сторону, чтобы на параллели было сухо. Вот сколько лет прошло, а воск, как говорится, ныне там, так никто и ничего не сделал здесь. В этом вот проблема, то, что люди зарабатывают здесь миллиарды, я так скажу, обложить хотя бы там, не знаю, ну, несколько десятков, сотен тысяч рублей не хотят. Вот она в чем проблема. Открылась уже новая Китайка, большая территория. С той стороны тоже очень много движухи. На самом деле прям вообще красота. В районе кафе Виктория затопило парали, к большому сожалению. Но не сильно много, водички здесь довольно-таки мало. Люди идут, обходят. Хорошо, что есть ведь этот парапет, по которому можно спокойно пройти. Мы выходим на центральный пляж, ребята. Вот с левой стороны здесь до улицы Светлая практически везде зеленая водичка стоит. Здесь будет посложнее. Лежаки по пятихатке стоят здесь. Вот об этом разговор был. То есть, ну, и сказали, что вот вам, свободная ваша зона. То есть, либо берите свой лежак, покупайте, ходите бесплатно. Грубо говоря, отдыхайте, вам тоже никто слова не скажет, если вы придете. Возле пирса, правда, вот груздь, беда, тоска. То, что водоросли скапливаются, и получается вот такая вот зеленка. Но, повторяюсь, всегда можно гулять и находить чистое море. Либо переступить через водоросли и купаться там дальше. По водорослям, как я вам и сказал, что еще, ну, 4-5 лет назад мне мои подписчики присылали. Говорили, что водоросли убирать можно. Пока они не гниют, это прям хорошо. Топовое фото на фоне зеленого моря. Сделано сейчас просто пройдем сюда в сторону, посмотрите, что действительно чистая водичка можно найти. На центральном пляже, как всегда, гораздо больше людей. Такое не рассказывает. То есть, мы прошли там, где прокат идет, да, и смотрим. Все, собственно. Вот мне по колено. То есть, могут тут дети развлекаться. Я думаю, что да. То есть, чистая водичка, все хорошо. Там, вот возле пирса, больше будет водорослей. 23 градуса. Ну, и вот это расстояние до берега вам придется идти через водоросли. Я смотрю туда дальше, пройти там будет гораздо поприятнее. Ну, и красавицы и красавцы отдыхают на нашем пляже. Дай бог мне всем здоровья. Людей, конечно, маловасненько. Но это большинство, я думаю, что из-за дождика поубегали. А так, в принципе, все очень хорошо. Через водоросли и все. Как сайгаки. Ну, вот я говорю, то есть, ориентируемся на людей. Тогда дальше должно быть полегче. Здесь вот так можно прийти, тоже сказать. А, какая беда. Учи-пучи-пучи. Ну, вот самое главное, что действительно, пообщались с руководителем. Бросового мусора нету совершенно. Мусорки стоят на территории. И самое важное, что стараются, как минимум, поддерживать это. Потому что, когда приходишь с утра на пляж, ты видишь, сколько людей за ночь оставляют мусор. Это просто жесть, конечно. Найдя чистое море, прямо возле берега, можем заканчивать свой видеосюжет. То есть, ну, не подумайте, что обманут. То есть, вода действительно восхитительная. Просто можно искать хайп, чтобы собирать просмотры. А можно показывать по-честному и не собирать просмотры. Значит, поэтому, ребят, когда вам говорят, что все кончено, везде водоросли, ну, просто не верьте этому. Я, ну, сколько я, 4 дня подряд, наверное, уже показываю каждый день чистое море. Ну, не может же быть такое, что мне просто везет. Прихожу постоянно, и для меня чистое море. Просто я знаю, как Анапу готовить. Если вы не хотите искать чистое море, выбирайте каменные пляжи Анапа. Если вы любите песок, то придется сейчас прогуляться. Потому что водоросли в море, это нормальная ситуация. Они забирают всю грязь. Вы видите, что люди, пускай их немного, но они приехали, и все, нет-нет, да, гадят в море, там, писают, какают и так далее, и того подобного. Это правда, это природа, этого, как говорится, не отнять. К сожалению, мы, человеки, такие вот печальные. Туалет здесь, допустим, есть, ну, там, не знаю, функционирует или нет, но самое смешное, всегда наблюдать, что очень многие там выпивают, стоят, заходят в море по поясу и возвращаются обратно. При этом, особенно, компании между собой продолжают разговаривать. Вот такие вот дела, дорогие друзья. Всех люблю, от души целую. Спасибо большое, что с нами смотрите, и вот вы увидели эту красоту. Просто так, да. Итак, друзья, на тот же параллель, также у нас 9.06.2022 год, и вы можете увидеть, что все, вода ушла, здесь сухо и хорошо. Это самое главное. Жалко, что, конечно, просчеты допущены, потому что вообще бы не хотелось, чтобы такое происходило. Радует, что в этот раз не поплыли как улы. Это классно. Ну, вот получается, где-то в районе 3 часов, и все, вода уходит. Будем надеяться, что все-таки расширят трубы, и вообще и таких проблем не будет. Все, это самое главное. И радостное, что вам надо знать.